Теплица, овощехранилище, специализированные в лаборатории. Всего месяц остается до открытия первой в России агрошколы в деревне Кашмаши Маргаушского района. Новым технологиям в сельском хозяйстве будут учить детей, начиная с младших классов. Строительство самой школы вышло на финишную прямую. Идут внутренние отделочные работы. Ее техническое наполнение еще обсуждается. Как себя чувствуют кабачки из прошлого на грядке будущего? Первая умная, инновационная теплица. Если установим небольшую такую теплицу, у нас немножко земли есть для теплицы и для грядок. Но не столько, потому что площадь по строительству немножко убавилась. Задача агрошколы не промышленное производство овощей и цветов, обеспечивать столовую. У нас задача как раз детям привить навыки работы на земле. И на земле использовать современные технологии. И поэтому то, что вы сейчас как раз планируете, инновационная умная теплица – это хорошее решение. Это хорошее решение. Нам нравится, мы поддерживаем. А еще вечное овощехранилище, нанобочка для воды, микротрактор – целый урожай идей и предложений для образовательной программы. Не просто удержать в деревне, сделать село центром инноваций, а значит и интереса. Суть проблемы в том, что на сегодняшний день основная масса сельского населения покидает деревню. Мы хотим предложить своей концепции то, что и на селе можно зарабатывать, находить источники дохода и развиваться. И первоначальная позиция была, когда объявлено, что аграрная школа, сразу идет отторжение. Аграрная школа – это деревня, это, как говорится, тяжелый труд. Смысл такой – воспитать ребенка так, повторяю, что показать, что на селе нужно работать, можно работать и можно зарабатывать. Сегодня проект обсуждают в Министерстве образования региона. Принципиальное решение о создании суперсельской школы принято. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.